Prodexpo 2021 снова в эфире. Друзья, у нас новый спикер. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, какую компанию представляете. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, компания Котлетарь. Я занимаюсь развитием нового бренда, он называется Не Мясо. Суть бренда заключается в том, что это 100% растительные продукты, они веганские, они постные, при этом там очень много белка, и они очень вкусные. У нас в ассортименте есть котлеты, а-ля курочка, а-ля говядина, люля-кебаб, пельмени и фарш. Вот люля-кебаб, у нас прямо за ним такая здесь очередь на Prodexpo, на ажиотаж, потому что они действительно, во-первых, похожи, во-вторых, ну там для девочек это очень здорово, потому что они диетический продукт, ну и он выглядит очень аппетитно. Расскажите, где вы уже представлены в нашем регионе? Если мы говорим про Москву, мы есть в сети Вкусвилл, в сети Верный, Глобус, Ашан, ну и так какие-то локальные сети. Расскажите немножко про производство, из чего сделаны эти продукты, потому что с виду напоминают мясо, вот, а из чего на самом деле? На самом деле продукт состоит из растительного белка, соя, пшеничной клетчатки и смеси натуральных специй. К примеру, мы добавляем даже экстракт граната для того, чтобы оттенки мяса, вот, они были более яркие. Какие вы возлагаете надежды на нашу выставку? У вас уже вот на третий день, может, были какие-то переговоры, интересные встречи? Мы на выставку, какие надежды возлагаем, мы хотим презентовать миру свой продукт еще более широко, чтобы как можно больше людей о нем узнало, потому что на сегодняшний день это направление, оно в целом не мясо, оно в России развивается, но при этом у многих потребителей и у многих категорийных менеджеров у них есть такой некий страх, что это какое-то, что-то такое невкусное, что-то такое, знаете, там, несъедобно сырое, такое неклевое. Вот, мы хотели показать то, что растительные продукты, они могут действительно прямо быть здоровскими, вкусными и яркими. Да, я так понимаю, за это еще говорит ваша упаковка, потому что упаковка броская, понятная, сразу показан главный посыл, что это не мясо, при этом при всем люди видят по факту очень знакомый продукт, который видели в мясном отделе, да, и это тоже помогает им немножко убрать этот страх перехода с мясного на немясной продукт. Да, поскольку продукт такой для России, он где-то инновационный, мы хотели, чтобы уж не было такого сильного барьера, что какая-то такая незнакомая штука страшная, вот мы хотели, поэтому назвали их котлеты, там, или кебаб, и внешне мы старались, чтобы это было похоже на традиционный, привычный продукт. Наши некоторые дегустаторы на нашем стенде, гости, говорят, что похожи на такую на столовскую котлету из их советской юности. Нас это очень радует, потому что мы действительно хотели, чтобы продукт был для людей привычным. Да, ну, как мы уже знаем, к нам приходили спикеры, которые отвечали за разные вопросы, и они обозревали такой вопрос, что ЗОЖ сейчас идет шагать по планете, и в нашем ритейле тоже очень широко развивается, и я надеюсь, что этот продукт найдет своего покупателя, и покупатель, который только-только перешел на веганское питание, как бы может придерживаться его, при этом как бы ни в чем не отказывается во вкусе и полезности. Да, это действительно так, но я бы хотел немножечко внести ремарку в ваши слова, потому что мы разрабатывали свой продукт ни в коем случае не для веганов, не для вегетарианцев, а этот продукт для тех людей, которые просто хотят разнообразить свой рацион, но не все же время мясо есть, да, то есть можно есть мясо, можно есть рыбу, можно есть вот такие продукты, и они просто потому, что они вкусные. Отлично, продукт для всех, продукт для каждого, и прекрасный дизайн, и я надеюсь, что выставка поможет вам расширить ареал обитания этих прекрасных продуктов, и каждый конечный пользователь сможет рядом со своим домом найти эти прекрасные продукты. Спасибо вам большое, желаем вам удачи. Спасибо. Спасибо.